Сегодня 31 березня 2024 года, мы в Киевской области, на басеке Василия Яковлевича, приятеленько. Василий Яковлевич, как дела на басеке? Ну, погода радует, хочется, ну, хочется и хочется працевать, начиная с бджилками конкретно, да, ну, хотя бы и такие, сказать, не вилетный период, спостерегаем, переживаем, а сейчас уже надо конкретно спостерегать. Ну, сегодня первый такий теплый день, значит, ну, вчера был хороший день, но сегодня еще 20 градусов тепла, и, ну, уже, мы хотим побалакать про свою систему вулик, рассказать, ну, уже рассказывали мне не раз, ну, докладачи там обычно говорят, что надо повторить 30 раз, чтобы, значит, человек усвоил материал. Ну, а я думаю, что мы уже, наверное, 300 раз повторяли, но когда касается дела, то даже такие, вроде бы то именитые пасечники, вроде бы то специалисты, оказывается, они элементарных вещей, не знаю, из которых, как говорят, АЗОВ, которые нужно, и что-то спрашивает так, что она не идет никакой, ну, как бы сказать, ни законы, ни природы, ни логики, да, ну, про что я могу говорить, значит, то есть, что жилиство, оно, да, мое свои законы описаны, значит, классиками нашими, значит, они работали, как говорится, с материалом, вот так, из этих продуктов, значит, чинников, там, например, там, каких-то стимуляторов, сиропов сахарных, кукурузяных, значит, фальсификаций, это и не было, значит, всяких не было там, ну, и не было даже и вощина, как говорится, и все остальное, то они описаны достаточно хорошо, и это самое, и из них надо всякую речь начинать зверяться, что вот это таки-таки, ну, мы знаем, что первоначально наша бджела, аписмеллифера, это, значит, тяне гнездо свое 40 сантиметров, и чтобы запас был снизу еще 10 сантиметров, это такая истина, что она вот записана, значит, практически у всех вас, которые достичь этого, и мы даже при Николаевичах, значит, дикое гнездо снимали, да, и вот в геометре, знову же таки, это 30-40 сантиметров, 7-800, обычно 7 мы объясняли было гнездо, значит, это такое гнездо, все остальное, это уже, как говорится, придумали так, а я хочу так, то я же хочу, значит, а вона же не хочет, и начинают тоди пропихать, как говорится, есть такое выражение, да, значит, не будем москвердять, значит, тут вот, смотрите, у меня, есть 8-й рамочный, ну, гусько-високий рамки, да, и с 12-й рамочный, значит, ну, с одной стороны, они тут сейчас, вот у меня там на пасице, допустим, так получается, что 4, сейчас у меня 15, ну, уже 8-й десяток, как говорится, а, значит, если точно, то уже 73 было, а уже пришло 4, да, то уже, как говорится, такого объема, не то, что я не только вуликами занимаюсь, значит, у нас есть все, в 80-й десяток, значит, в поле, а не повисание есть, на работе еще там працюю, значит, не тоже, то есть для дослежения, для якоюсь объема, так сказать, ну, шок, значит, сейчас проблема для материализации, особенно у нас, значит, этих медопродуктов, да, то, чтобы проблем не было, то лучше его оставить в 15. Ну, так, если вот поделиться по польотах, значит, то перезимовали все, значит, без, ну, а вот этих там сверхобробок я не роблю, я их просто роблю там, ну, тут не секретно, ставлю полосочки, значит, після медосбору, значит, даю каску трохи там, ну, значит, ну, десь там политры, ну, меду, и там, відповідно, готовлю его, значит, сироп, ну, где, может, какие-то еще мне дать, там, двое, значит, и потом, правда, значит, апехес даю там, ну, 10-15 грамм на семью уже окончательно, ну, это так было в прошлом году, ну, есть, скажу сразу, что есть семьи, которые хорошо прозимовали, видно сразу, есть такие слабенькие, но и матки есть, ну, ну, тут две семьи таких, значит, делали, что-то было поделить. Ну, сейчас тяжко сказать, от чего, потому что у нас тут агрохимия, сейчас широко променяется, и она дает, конечно, такой результат негативный на жизнедеятельность ну, кроме того, что, значит, из вечности, ну, не войны из вечности, значит, крест вора нас не полишает, ага, это понятно. Ну, снова же таки, от 10, вот есть много, как мы говорим, винахидников, ну, это все касается, значит, каких-то там, даже непонятных изменений, и рассказывают, что это винахид. Смотрите, у нас есть один, как бы сказать, стандартизованный договор, ну, на этом, значит, это размер вощины, которую выпускает наша промышленность, он по всему святу одинаковый. Есть, припустим, размер 260 на 410, есть, значит, 410 на 210, и все, нет. Вот из этой вощины надо делать, используясь этими, значит, лангстроновскими законами, соответственно, какие отстаны между вощиной, между тем, между всем, и делать рамки, а не те, что, вот у нас были рамки там 300 на 450, вот мы все должны их делать, где это были, да они у всех разные были. У Чехова была там трохи больше, а у поляков трохи меньше, чем наоборот, а у каждого пасека еще разный. Ну, приведите до цього стандарта. Я до него пришел, и наш, так сказать, помните, мы с дядом Василем, да, 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 ну, так, у него, как он такой наоборот, значит, у него не проходит для механизации снятия, значит, ну, розпечатки. Друзьмо, значит, ну все же на выставке, ну, зремо тих, кто выпускает машину, Да нет проблем, любая распечатка, любая догонка, все проходит, потому что стандарт дотриманных, значит, это не нормально. Давайте теперь еще раз расскажем, чему тут, допустим, 12-й рамочный и 8-й рамочный. Ну, во-первых, 8-й рамочный и фиальный гнездо, понимаете, и удобный. Во-первых, 10-й рамочный, можно, вот я даже не цени, вот так могу подойти, но есть там приборы для заваживания, но я так его раз поднял, и я уже могу определить, практически там на 90%, сколько тут меду находится, в каком состоянии. Не надо меня ни дивиться, ничего, понимаете, сколько меду. Ну, можно, там есть приборы, ну, такие, у нас, скажем, для заваживания, ну, это, знаете, это надо обвести, поднять, заваживать, а так же... Это же 8-й рамочный. Это 8-й рамочный. Ну, наружка высокую рамку. Да. А 12-й рамочный уже, так сказать, не дуже подимешь, а лежак ты никогда не подимешь. Ну, если и подимешь, то там уже, как говорится... Вот той, что дальше стоит желтенький, то и не 12-й рамочный. Но почему я его использую? Вот так, вот смотрите, дело в том, что тут еще, вот тут, как говорится, круговый оборот мед, да, и где, ну, как у человека есть там верхний кровяник, это, значит, круг и нижний есть, так и тут. Він иде, допустим, вот тут есть на высокой рамке, и где их жизнь, развитие, и это самое, значит, расплит в основном, и тут и где вся обработка. А верхние корпуса, ну, вот я тут использую два верхних корпуса, значит, ну, они уже идуть высотой на 26 сантиметров, так, ну, вощинно. Так, они квадратные получают, ну, я их показываю, да, значит, и где уже для товарного меда, значит, ну, бывает там, что, значит, расплит я не использую, загородживание этих решеток, но бывает, что попадает расплит, я считаю, что жила должна, и матка должна, она должна ходить, посидеть, запахи давать, фермоны свои, то можно там трошки там уже ждешь, пока вийду там перемещаться, или, допустим, оцей обработки, оцей все это самое, значит, значит, після расплоду рамки, они для меду, для споживания не используются, то есть это очень качественно получается. Кроме того, что тут еще есть нюансы, что и подкладка, ну, подкладка меду не идет с верху, как бы сказать, а с низу, то есть тут получается и подкладка там совсем другая, ну, и у меня там все показано было, не будем на все ж и всякое повторять, значит, смотрите, потом, как зимуют они, а лишь чего надо двое мать модели, потому что, вот, припустим, для того, чтобы сделать своечасную замену, там, ну, нормальную, значит, в гнездовом цьому корпусе, надо, значит, поменять рамки, и, вот, припустим, семья сильная, вона там обстеживает все, и, как ее поменять, я пересаживаю, припустим, двенадцать грамочек, вот, добавляю, припустим, там, четыре рамки, что-то свежих, да, еще можно из этих поменять, что-то, понимаете, то есть я за сей, за рик, могу дать больше половины грамок поменять, обновить, чтобы они, потому что уже есть вот сильная семья и восьмерамочный улик, то там практически неможливо поменять, если слабо, то понятно, где-то там, значит, раз-раз-раз вибракуал, значит, ухар сходом оставляешь, а ты можешь замену проходить, а сильно, вот, приходится вот таку пропировку, чтобы это самое, значит, придается, ну, еще повторимо, я их, назначай, они так, у меня утеплены, говорили, да, ну, утеплюваешь вот так, так сказать, ну, таких довильный, досить это самое, значит, и пока весна, то мы его так письмо и сдерживаем, ну, дивися, вот у нас тут, ну, полиэтиленовая плевка я використовала ранее, да, а сейчас уже, вот, припустим, я використовую, значит, силиконовую плевку, вона більше, так сказать, тревка, и вона дуже, дуже хорошо про це, про глядуется даже зимой, можно всю зиму, значит, дивиться и мать представление, как працюет, где находится клуб, как працюет, вот мы видим, что, вот, припустим, что это семья, так сказать, у нас энергично працюет, да, значит, и, ну, все равно надо, как говорится, подивиться, вот, значит, сейчас мы, значит, подивимся и покажу, как открывается дно, чтобы почистить, так, ну, знову же таки, дивиться, вот, припустим, такая проблема, значит, вот тут, там же ж, ну, у цих лежаках там просто, вот вернув, там, все, там удобно працювати, вроде бы, да, только бджолам не удобно, а тут, вот, припустим, если вот так забито, то они, так сказать, его полюсом, все тут за, за, это, но это, опять же таки, мое отношение до жизнедеятельности и до продуктивности, значит, бджов, да, мы говорили, что они, припустим, не делают запасы воды, не делают, им надо, но они работают за счет конденсата на цей, на цей пластиковой поверхности, так, на верху, и они, и там, ну, я так прикидал по своих, значит, значит, соображение, как говорится, так, где-то там 300-400 литров водицы за сезон, они використовывают оцей конденсованной, они не випаровывают, так, как вот тут раньше, там, и решетки, и все, и открывали, и все, чтобы випаровывать, не, ну, випаровывать не надо, значит, они и должны використать, и за счет этого и здоровья, значит, бджоли, значит, очень, как говорят, непогано, да, хорошо, ну, можно сказать даже, что здоровье, да, и цей, и, значит, продуктивность, и качество, и качество, и мед, и все остальное, это все, ну, тут каждое питание, это целая тема, значит, каждое решение, а, я ее не могу, так сказать, ну, можно, так сказать, так, я до чего, что, допустим, виднять рамку уже трошки проблем, чого, потому что вон, аж, бачите, это, значит, стоять, даже если вы ставите их вольно, то они запечить, потом их там соединять, все, значит, при, ну, они даже больше прополюсуют, вот, вот, вот тут прополюсом, за, 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 значит, я не дуже так и, и, ну, это, значит, ну, это, когда мы его снимаем, то мы порушиваем ту герметичность, которую они обеспечивали, да? Да, 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 там, ну, когда летом, то они там трохи, как говорится, а тут все очень плотно, да, тут очень плотно, да, значит, ну, в любом случае, мы, так я скажу вам так, что, вот, припустим, могу показать все таки, чтобы, как говорится, как мы будем снимать, да, то я користуюсь инструментом, который продается абсолютно, значит, так сказать, в магазинах и так далее, значит, и который позволяет работать с этой, значит, рамкой, с этой конструкцией, ну, без таких великих проблем. Ну, вы видите, что у этих рамках практически нет верхней планки, практически, ну, она есть, только она сделана такая, что они, видите, сделают, ну, замуровывают в середину, и мы имеем природную, природную конструкцию верха вулика, и это в этих наставках, значит, и нема разрыву между корпусами, то есть это и забудовалась, и иди вот снизу, понимаете, потому что питаешь, вот 500 пасечников пройшло, то питаешь, откуда будуют рамку, не знаю, там, один знает, что, да, с верху, значит, начинают, конечно, с верху, если у вас у звичайной конструкции рамка, тут иде забудова, ну, если оця будуют, так, что они прибудовывают, то они делают с верху, как правило, а, ну, там, трошки, может, даже и ниже, значит, босина, но, когда уже наставки, то идут снизу, от гнезда, от гнезда, понимаете, это очень важно, значит, ну, давайте попробуем, сейчас, значит, подивиться и показать, как все вопрацюваемо, вот, вот еще, конечно, значит, оцю, оцю, всю, дивиться, у меня, вот, припустим, есть, ну, сейчас по продуктивности очень сложно говорить с людьми, потому что эти сахарные дела дают, не дают людям спокою, как говорится, они все, все, все они хотят стать рекурсменами, потом говорят, вот, чого мед, не по чому, они любят, и ты лежишь, и не мед, а сиров. У меня, вот, припустим, я с него взял 35 кг меду, и плюс я оставил полностью на зиму с медом. Ну, тут продуктивность для роя, это дуже хорошее, я считаю, так? О, ну, бачите, ну, такая, я б не сказал, что так уже воно сильно, сильно, как говорится, тяжко, но трошки проблема есть. Ну, бачите, дивися, есть уже расплит. Не надо дедушку кусать, я с хорошими намерениями. Значит, бачите, меду, конечно, не дуже, ну, расплит основной будет тут, в центре гнезда, а уже доходят до краю, как говорится, да? Значит, то есть надо дивиться. Значит, снова же таки, дивися, дивися, я его еще не открывал в цьому руце, ну, так, вот так его постараемся. Значит, он как скотч, как говорится, раз-раз, и что? Значит, не надо его, ну, дивися, снова же таки за цей, за той, как входит его. Значит, вот тут у меня взъемное дно. Ну, его можно, так сказать, сами, понимаете, сделать там на завесах, какие хочется, ну, но это такая самая простая конструкция, потому что, ну, знаете, у нас на сегодняшний день и так не берут ничего. Вот мы его раз сняли. Ну, видите, трошки макровато, ну, ну, вот его можно поделиться, ну, это за целую зиму. Ни хто его не чистил, хотя его можно почистить даже с 8 минут, потому что у меня есть такая, как зима, трошки макрохолоднейшая, но сейчас все зима пішли поганее. Я ставлю еще такой, типа луточка такого, луточка такого ставлю, ну, там, он с ним. И мы так взяли его, почистили. Сапочкой. Да, сапочкой. О, видите, здесь у нас тухи, бывший пергит, видишь, он насыпался. Ну, под морщик. Под морщик и есть, трошки таки. До чего ж не уходят здесь, если рассказывают, что, ну, они стоят же, льоток нижний закритый зимой, то есть, они не могут вернуть, потому что у нас один був, помните, как его, Семенюк, да? Так, так. Он рассказывал, что ни одной бжевлинице. Если льоток на нижнем льотку, то они будут вернуться. Такого не бывает, чтобы ни одного не было. А главное, что, что это, что, а если у нас закритым нижним льотком, только верхние стреляем, что может покинуть. Вот тут, допустим, ну, может быть, и больше. Это молодая, какая-то сапога. Молодая. Молодая. С клещом, не? Светленькая. Светленькая. Туда направо кинем, хоть там разбираемся. Это такая конструкция, она, значит, ну, она признается, как говорится, нашими святыми, значит, ну, с авторитетами в Чернице, да? Мы встречались там и с турецкими делегациями тут, и до нас и со штата приезжают постоянно гонцы по сцене, и был это самое, думаю, что выложим это видео. Значит, осенью, и он тут купил комплект такого вулика, три комплекта рамок купил, я отослал на штаты. То есть, ну, человек заинтересовался. Ну, конечно же, таки на широкий масштаб, такими были, ну, там, три апимонди були, значит, на журналах печаталися, значит, ну, таких ведущих світових видавництв. Ну, пока интерес есть, но проблема в том, что перейти на эту систему, это не то, что там кура пересадив, или кролики, значит, в одну клетку. Тут надо, ну, под всего надо рамка, именно эта. Надо уже понятно, что и вулик есть. Так, ну, пересчитывать там, ну, там, воно там сантиметр два, ну, ну, надо пересчитывать, потому что тут уже не получится так, как говорится. А как будет, чтобы начать? Не, надо, надо порассчитать, надо, чтобы оно было аккуратным. Даже убирает, там, тысяч пять миллионов рублей. Так что зимовка прошла нормально, это вы еще не убирали в этом улыку? Нет, нет, это... Совсем немного под морем. Да, видите, немного сироса есть, если... Но под морем не нужно что-то убирать. Значит, есть немного под морем, ну, чуть-чуть. Маленько? Ну, я так пройшелся, я по льоту, бачу, что он... Тут хороший львь, значит, тут... Я же не открывал его. Даже, даже, ну, и видно поле до сих пор. Но есть такие, что слабшие. Пару семей, значит, явно, что... Ну, и там уже я почистил, то там было под морем. Значит, все повлияло на него. Алиметка, и бежали, есть руки. Ну, на увазу, но в основном все такие, значит... Ну... Олеж, хочу добавить вам, что... Для тех, кто в первый раз нас дивится, что это расплодность частейного улока. У Суськовского, за высокими рамками. Это расплодность частейного. Будем... Требу поставить доставку в другую частину. Это будет в перекрестном положении. Да, они висит. Еще в восемь. 245 на 245. И если... Гарный медосбир, то еще третий наставку. Ну, можно, смотрите. Вот это полный масштаб. Как говорится, рамок восемь. Если мы добавляем цих квадратненьких рамок. То получается... Другой корпус и третий корпус. Их тоже восемь. Но в перешуте на полный получается... Пятнадцать. Пять. Пять. Ну, на полную рамку, так? Получается. Потом, значит, если еще одну, то еще пять. То есть у нас получается, допустим, уник на восемнадцать грамок. Ну, если учитывать, что можно очень оперативно брать метр. И грамка невелика. Ну, вона десь полтора до один и семь килограма, получается, метр. Значит, то можно их откачивать, потому что они быстро запечатали. То это очень... Раньше даже были лежаки. Там шестнадцать грамок. Это лежак. Восемнадцать – это уже великий лежак. А сейчас начали делать двадцать. Двадцать четыре. Ну, правда, у меня такой... Был один заказчик. Значит, это все было. Он сделал мне десять улык, лежак. На двадцать четыре. Я говорю, да я не делаю. Ну, так он, значит, по дружбе. Ну, я сделал десять улык, и все. Ну, он до меня каждый год приезжал. Каже, продай мне пару грамок полных метров. Я говорю, то это... Потом же он признается. Я, это, каже, визну эти грамки, я ходу по соседам. Вот, смотрите, какой у меня метр. Значит, заполненный. Ну, я же використовал в то время наставку на 15-грамочный. Задановский монастырь. Тоди не было всей химии. Я так... Ну, не только я считаю. Багато людей считаю. Тоди розвиток пішов, чтобы можно было нарастить 28 грамок. Сейчас такого инфицийностей нема. И... Потому что вот так только проехали там оприскать, и все, в саду затихло. И кажется, что они где-то там оприскают, а... А достает. Так что... Это такая... Значит... Такая конструкция, которая оправдывает не только... Ну... И затраты... Значит... Значит... Зменшаются. Потому что... Ну... Не надо там, как говорится, постоянно смотреться. Их турбовать. Понимаете? Значит... Это тоже... Великий... Минус... Для пчели. Ну... И ты не справишься. А так... Припустим. Али... Понятно, что... До каждого... Надо... Значит... Я говорю... Освоить его. Это не так, что... Поставил... И потом пришел... Значит... Откачал метр. Тут надо... Дивиться. Мы вот, припустим, наблюдаем... Ага... Тут... Потом уже бачим, что... Когда они заполняют... Полностью... Свой 8 рамок... Вони начинают тянуть... Значит... Крутневые соты... Поддувать. И тогда уже снова... Такими... Дивимся... Значит... Чи даем их соты поддувать... Али уже можно ставить... Верх... Ну... Дивлячись по медозбору... Який... Ну... Пасечники тоже... Я говорю... Сейчас будет... Аликация... Ну... Можно ставить... Верх... Чи там... Липа пошла... Значит... Чи там... Медоноси есть... Ну... Значит... Тут... Без особых подкормок... Без всего... Ну... Тоже... Знову же таки... Надо... Продивляться... Потому что... Бачите, что... Нарезти надо... Иногда... Дивиться, что... Если... Як в природе... Если... Не маю... Значит... Медозбор... А семья... Ну... Остается без меди... То можно, да... Медую ситю... Подкормлю я... Я... Сахар... Не помню... Ну... Значит... Значит... Не выкорисовывается... Ну... Я так... Дуже добрый... Василий Якович... Дякую за то, что... Показывал нам... Изнутри... Вулок... То, что пояснил... Как працуют... Джилки... И что зимы... Была... Гарна... А чем мы, мабуть... Подивимесь... Вулок... Конструкцию... Рамочек... Били... Пустых... Вулоков... Подивимось еще... В наступном... Відео... Якщо... Кому цікаво... Как устройство вулока... Изнутри... Как устроено рамочкой... Подивимось... Зробим отдельный сюжет... Ну да... Не... Ну... Сейчас уже погода будет... Так можем... Знимать... Может даже... Лучше будет... Якщо мы... Ще и снимем... Ну... З надставка... Ну... Не... Не... Не отрежиссированный там... Прибудшим... Когда мы будем ставить наставки... Будем бачить... Так... Так... А то воно так... Может... Хочево будет там... Это самое... Хотя сейчас... Знаете... Что... Багато есть... Режиссеров... И... Что хочет... Ну... Зови таки... Припустим... Люди думают... Что они там... Припустим... Такие... Ну... Раз... Показывают... О... Смотрите... Занесили мед... Значит... Значит... Там... Соняшниковый... Ну... Соняшниковый мед... Вона жовта... Печатка... И жовта... Жовтовая... Соняшниковый мед... По-друге... От... Когда... Рамка... Видно, что... Как кажется... Залита... Ну... Вроде... Вона... Знаете... Щодня... Рано... Начали... Завтра... Пропущим... Щодня... Хороший взяток... Завтра дошло... Середня... После... Завтра... Могать не будь... Воно так иде... Трошки волнами... Вони... Нема таких... А если вот... Некогда... По литрі... У него стоять тут... Кормушка... И он... Литр поставил... Утром... Девять часов... В семнадцять часов... Знову приходили... Забрали... Знову поставили... Кажется... Я так... Підкормлю... Чин на сім... Довый раз видно, что... Лито... Лито... И в него... Коломуленька... Витоптано... Какая сна... Видите... Травка не росли... Вот мы тут... Пять минут... Ну там... Скажите... Двадцять минут постояли... Воно видно, что... Витоптано... То есть... Таких мелочей... Видно, что это... Фальсификация... Что это постановочное видео... Понимаете... Для меня... То это... Ну их... Цих мелочей... Как говорится... Ну и быстро... Раз... Ускриваю... Это дело... Потому что, я ж... Бачу... Это... Фальшиво... Так что мы... Фальшивить не будем... А кому интересно... Можете выйти на... Попереды... И там книжечка у меня есть, и печатные работы, и в журналах зарублежных. Ну, Виктор Николаевич, вам если на английском расскажут. Ну, братович, мы еще подойдемся, что рассказать о новенького. Дивитесь на наш канал, и кому-то интересно, заветайте, да, пасите. Василия Яковлевича, приятного, в киевском обществе. Если в Америке, то мы даже отсылаем свою продукцию, ну, так, будем надеяться, что мы, конечно, потому что пересылка должна. Кто-кому цекаво в Украине, пишите комментарии. Да, все.